ребят всем здорова к сожалению просите то что ролики выходят не так как бы как раньше выходили там два раза в неделю просто у меня сейчас лейбл у меня работа у меня дико не хватает на youtube так сказать времени чтобы понимали насколько мне его не хватает я каждый день какую-то работу делаю то есть там выкладывают рейки я делаю обложки я делаю снимают ролики клипы и так далее то есть ну чисто физически у меня не хватает времени на то чтобы сесть и снять контент причем когда она есть она буквально бывает в 12 около часа ночи ну вот тогда это уже там типа ложится спать сегодня ролик на тему того что делать если у вас вылетает ошибка при открытии этого проекта ролик я к сожалению кое-как-то криво-косо смог его перевести но суть там ясна проблема была в том то что если ты открываешь проект у тебя вылетает ошибка и 3 типа в проекте не можешь работать вот и касаемо того то что ну я нашел вот этот англоязычный так сказать ролик я на нем лично сам посмотрел не короче посмотрел и решил просто его перевести на русский язык для тех у кого возможно есть такие проблемы потому что на самом ютубе вот таких вот проблем да там потому что они встречаются но они встречаются так редко но метко и когда ты ищешь контент на эту тему как я устранить к сожалению не многих она типа ну встречается и встречается она была большей части на английской версии ютуба я не знаю как это связано вот то есть я предлагаю вам посмотреть этот ролик написать свой комментарий скажите если вам зашло я буду делать еще вот и короче погнали смотреть ролик ссоре ролики будут постараюсь раз в неделю выпускать если вам это зайдет то на следующей неделе я сделаю еще один такой же ролик поднять бабла заходи на обыкс тебе на выбор предоставлены множество игр краж слоты кости кейсы минер эти иксы взорвут твою голову наши режимы дают нереальный профит и это только вершина айсберга играй свои любимые режимы поднимай бабла и забирай плюсом турниры играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно получи бесплатный баланс с этим промо кодом и помни кто не рискует тот не выигрывает юагуан я надеюсь что у тебя отличный день но правда в том что если ты смотришь не так потому что ты вероятно только что пытался открыть проект fl studio и это привело к этой ошибке произошла ошибка при чтении файлов лб возможно он поврежден или какой-то плагин вызвал ошибку при открытии и в этом видео я собираюсь показать тебе как исправить эту ошибку чтобы ты мог приступить к этому проекту так что ты можешь закончить этот бит или песню и продолжать двигаться не теряя их навсегда так что обязательно досмотри это видео до конца а теперь давай сразу перейдем к делу как нам исправить эту ошибку сейчас на самом деле это очень просто я действительно столкнулся с этой ошибкой на днях когда я кажется выключил свой компьютер после сохранения файла но мой компьютер как будто барахлил и все двигалось очень медленно так что я не уверен на сто процентов действительно ли это так ты знаешь закончил экономить и закрыл студию но ничего не двигалось так что я просто отключил его от сети вроде как на моей штуке есть кнопка которую ты нажимаешь и компьютер выключается и тогда я сделал это я попытался открыть его и вот что у меня получилось такие несчастливые времена но я нашел быстрое решение и я смог вернуться к проекту и закончить его так как же мне это сделать я покажу тебе прямо сейчас для того чтобы сделать это нам нужно будет открыть наш проводник файлов вот мы и пришли теперь нам нужно перейти к документам затем нам нужно перейти к строке изображений а затем нам нужно перейти к фл-студио затем к проектам а затем нам нужно прокрутить вниз до резервной копии а теперь как ты можешь видеть в своей папке резервных копий ты можешь видеть все проекты которые ну не все из них но твои недавние проекты в принципе ты можешь их видеть они были скопированы в эту папку так что теперь если бы я хотел открыть тот проект который я пытался открыть я мог бы просто нажать на это но ты знаешь его там больше нет потому что с тех пор я переехал на самом деле это здесь внизу но с тех пор я продвинулся дальше и создал другие проекты так что его все еще нет если ты если это проект который ты создал три месяца назад ты будешь недоволен но если это так если ты нашел проблему прямо сейчас и это проект который ты создал как ты знаешь на прошлой неделе или вчера это тебе очень поможет и это решит эту проблему если ты слишком долго смотрел это видео мне жаль но вот как ты это делаешь а потом в принципе вы можете просто дважды щелкнуть по любому проекту и он откроется как обычный проект фл-студио так что я могу дважды щелкнуть по этому и это откроет наш проект фл-студио хотя это может занять некоторое время как ты можешь видеть он открывает его сейчас но похоже это папка резервной копии существует уже два дня это продолжается уже два дня так что тебе нужно решить это как можно скорее как только ты обнаружишь ошибку тебе нужно пройти через этот процесс иди в свои резервные копии и приступай к этому проекту если ты этого не сделаешь это может быть потеряно на ветру навсегда хорошо так вот как ты исправляешь эту ошибку если ты не можешь попасть в свой проект нет смысла ждать пока этот проект откроется если ты действительно мне не веришь но ты знаешь я думаю что это очень просто ты залезаешь в свои резервные копии как что что еще тебе нужно объяснить чтобы это могло произойти ты можешь получить неправильный идентификатор компьютера и все такое это случилось со мной в прошлый раз с rc20 но для того чтобы сделать это вы просто снова открываете rc20 но это может быть просто потому что это тот проект я не знаю что там происходит но это не главное потому что если ты досмотришь это видео до конца у меня есть для тебя отличный подарок у меня есть 10 бесплатных лупов которые ты можешь использовать в своих проектах в своих битах которые ты можешь продавать онлайн они абсолютно бесплатны просто нажми на ссылку в описании или зайди на shkartaray.com forward free loops и захвати эти бесплатные петли для себя сегодня я не знаю как долго это будет продолжаться так что убедись что ты идешь и получаешь как можно скорее теперь давай быстро пройдемся по этим шагам еще раз тебе нужно перейти в раздел документы затем тебе нужно перейти в раздел изображения затем тебе нужно перейти в fl studio а затем тебе нужно перейти в раздел резервное копирование вот где ты найдешь все свои проекты которые были недавно скопированы именно так ты исправляешь эту ошибку надеюсь это видео помогло тебе если у тебя есть какие-либо другие вопросы или какие-либо другие уроки которые ты хотел бы чтобы я сделал